Доклад Антонов Сергей Михайлович, Института эволюционной физиологии и биохимии, его работа с Дмитрием Сибаровым о регуляции кальциозависимой десантизации НМДА рецепторов метаболическими факторами и фармакологическими препаратами. Сергей Михайлович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, одним из фундаментальных свойств элегант управляемых ионных каналов является десантизация, а для потенциала управляемых ионных каналов это инактивация. Десантизация выглядит следующим образом. Вот этот ток, регистрируемый в клетке на аппликацию НМДА рецепторов и в присутствии кальция во внеклеточном растворе он падает до стационарного уровня. Но если кальция убрать, то амплидода тока не уменьшается. И для НМДА рецепторов, это характерно для НМДА рецепторов и для других ионатрупных рецепторов, проницаемых для кальция. И она определяется тем, что кальций, входящий в клетку, он приводит к разрушению связи с альфа-актином и таким образом, отсоединяясь от скелета, далее наступает десантизация и рецептор уже не может активироваться. Следующий слайд. И известно, что многие блокаторы ионных каналов, особенно НМДА каналов, они в настоящее время используются в медицине, такие как мемантин, дексрометафан, кетамин, ну и трициклические антидепрессансы. Ну и главное их свойство заключается в том, что они входят в канал и блокируют проводимость. Ну вот это здесь показана структура вещества КБР, которая является не блокатором канала, но в принципе побочным эффектом является и блокада канала. Но в то же время он является блокатором натрий-кальцевого обменника плазматической мембраны. Если на фоне тока мы апплицируем КБР, то видим, что фактически амплитуда НМДА тока падает существенно. И в принципе встает вопрос, а чем определяется это падение? Является ли это блокадой канала или какими-то другими процессами? Следующий слайд. И мы обнаружили, что этот эффект КБР, он зависит от кальция. Если во внеклеточном растворе кальция нет, то ток не ингибируется. В присутствии одного миллимоля кальция мы наблюдаем ингибирование тока КБР. То есть эффект КБР является кальциозависимым. И возникает вопрос, что по-видимому все-таки это не блокада канала, так как блокирование канала не является кальциозависимым процессом. Следующий слайд. Ну и если загрузить БАПТа в нейроны, то мы видим, что КБР в присутствии одного миллимоля кальция уже не вызывает никакого ингибирования. То есть отсутствие кальция во внеклеточном растворе, а также в цитоплазме сопровождается тем, что эффект КБР отсутствует. И таким образом мы сделали вывод, что поскольку единственный процесс у леганта управляемых каналов, который является кальциозависимым, у НМДА канала в частности, это кальциозависимая десинститизация, то каким-то образом ингибитор натрий-кальциевого обвинника способен модулировать десинститизацию НМДА рецептора. Следующий слайд. И чтобы показать это на популяции клеток, мы регистрировали кальция сигнала, которые клетки генерируются в результате активации НМДА рецепторов. И вот в контроле это кальциевый сигнал, здесь множество клеток, каждая из которых показана разным цветом. И вот действие КБР, так как амплитуда только падает, то и падает накапливаемый кальций. Но если клетку обработать метилбетациклодекстрином, который, как известно, связывает холестерин, то мы видим, что накапление кальция падает, но и эффект КБР пропадает. Если мы вводим холестерин назад в среду и насыщаем мембрану холестерином, эффект повышается концентрация накапливаемого кальция, и КБР начинает работать. Таким образом, этот эффект не только кальций-зависимый, но еще и зависит от холестерина. Следующий слайд. Таким образом, возникла схема, что каналы НМД-рецептора находятся рядом с кальцием-транспортером в липидном плотике, и кальций, входящий при активации, он тут же, часть его, выносится наружу, и таким образом поддерживается некий минимальный уровень кальция, который вызывает слабую кальций-зависимую досинститизацию. Досинститизацию, если разрушить этот микродомен, то нарушается влияние натрий-кальциевого обменника на удаление кальция, и таким образом и досинститизация накопления кальция становится досинститизация больше, а кальция меньше. Следующий слайд. Ну, поскольку я уже сказал, что, в принципе, какая разница, как уменьшить амплитуду тока НМД-рецептора блокатором или досинститизацией, для терапевтического эффекта это может не иметь никакого значения. И поэтому возникает вопрос, является ли этот механизм, способен ли он быть участником в терапевтическом действии некоторых препаратов. Ну, и я здесь приведу препарат аминотрептилин, который наряду со своим действием еще блокирует НМД-канал. И вот это типичные характеристики канала блокады. Мы видим, что ингибир блокады токов зависит от мембранного потенциала и в зависимости... То есть канал, то есть блокатор связывается внутри канала, внутри электрического поля, и поэтому он ощущает взаимодействие, зависит от потенциала. И мы видим, что типично для блокаторов НМД-каналов это... Он связывается вот в трансмембранной доме... То есть трансмембранная область, и вот в этой области он... Блокаторы вяжутся с каналом, и здесь нет места для воздействия кальция. Следующий слайд. Но при этом оказалось, что все-таки действие амитроптилина зависит от кальция. И вот здесь при одном миллимоле... При двух миллимолях кальция мы видим ИСИФИФТИ блокирование на 2 микромоли, а при нуле кальция она становится сотней. И вот эта зависимость ингибирования токов от кальция. То есть 2 миллимоля кальция уменьшает, увеличивает ИСИФИФТИ во много раз. Следующий слайд. Возникает... И если кальций присутствует во внеклеточном растворе, то загрузка БАПТа точно так же изменяет ИСИФИФТИ блокирование амитроптилином, что говорит, что напоминает действие КБР-ингибитора натрия-кальциевого обменника. Таким образом, мы предполагаем, что амитроптилин обладает коморбидным ингибированием и нам дарит рецептор с участием канала блокады и потенциации кальций-зависимой ДСИФИФИФТИ. Следующий слайд. И вот здесь мы посмотрели разные исходные трициклические антидепрессанты. И оказалось, что один, кроме промин, имеющий хлор в циклическом радикале, он не обладает кальций-зависимостью. А кальций-зависимость для амитроптилина и дизепромина, она резко усиливает эффективность ингибирования. Вот это блок потенциал-зависимый, а это кальций-зависимость. И видно, что в области констрации 2 микромоля происходит значительное усиление блокады. Следующий слайд. Вот этот механизм кальций-зависимости, он, наверное, является свойственным всей клетке, и поэтому другие каналы, которые претерпевают те же свойства, имеют те же свойства, я имею в виду в плане кальций-зависимой дистизации, они также будут зависеть от ингибируя натрий-кальциевого обменника. И точно так же этанол, например, в маленькой концентрации, это 0,03%. Мы видим здесь, ингибирует, то есть предотвращает эффект 4-аминотрептилина. Амитрептилина. И таким образом, без этанола мы видим ингибирование порядка 30%, 40% токов, если в этаноле, то она отсутствует. И это соответствующие кривые дозы эффект и сифифти ингибирование иномдатоков амитрептилином в этаноле смещается до 100 микромолей, в то время как исходно она в 1 мм кальция, она порядка 5 микромолей. Следующий слайд. Ну и то же самое, как для натрий-кальцевого обменника, экстракция холестерина приводит к тому же самому. Мы наблюдаем только канальный блок, но вот этого кальциозависимого эффекта нет, а добавление свободного холестерина и приводит к тому, что кривая ингибирования опять возвращается к исходному уровню. Таким образом, мы здесь показываем, что вот этот механизм, он для циклических, для, что в принципе, ингибируя натрий-кальцевого обменника, может приводить к тому, что будет потенциироваться десинститизацией нам до рецепторов, и этот механизм является сопутствующим каналом блокады трициклических антидепрессантов, и таким образом, такие ионы являются холестерин-зависимым и может предотвращаться этанолом. Таким образом, кальций-зависимый десинститизацией нам до рецепторов может модулироваться как питательными какими-то веществами, так и метаболитами, поскольку 0,03% этанола это так сказать метаболическая концентрация, она может присутствовать в организме и локально, и даже в глобальном масштабе, а холестерин, ну, эти проблемы с холестерином многим знакомы. Следующий слайд, он завершающий, здесь я описываю, что холестерин и этанол, а также может быть взаимодействие с другими лекарственными препаратами, в частности литиевой терапией, поскольку литий тоже ингибирует натрий-кальций-обменник, то они могут конкурировать и ослаблять действия, например, трициклических антидепрессантов. Спасибо за внимание. Сергей Михайлович, есть ли один очень короткий вопрос? Если нет, можно я спрошу, а вот тот кальций, который регулирует эту дезинститизацию, это как бы источник кальция может быть любой или тот, который входит через этот самый инмда-канал? Этот кальций должен попасть в премембранную область, где он может взаимодействовать с альфа-актином и первой соединиться инмда-рецепт. То есть можно, например, входить через какой-нибудь потенциал управляя через другой канал? Мои работы были, они, кстати, это, по-моему, из группы Брежестовского, джинал-физиологи, было, что аппликация инмда- уменьшает, нет, активация синаптических связей, то есть ампо-рецептор, она приводит к тому, если они кальций проницаемые, она приводит к тому, что инмда-компонента падает, то есть может быть реципрокное взаимодействие, здесь не важен откуда кальций вошел, важно, что он дошел до туда, куда надо. Хорошо, большое спасибо.